Всем привет! Я на велосипеде Камилы. Она чувствует себя все еще... Да, что значит, все еще один день прошел после того, как она приехала, восстанавливается после инфекции. И я буду тюнинговать ее велосипед. Посмотрим. Так, вот так вот выглядит Седро Берг после ремонта. И мы сейчас прикрутим его и посмотрим, что принесла вся эта работа. Еще вылезли. Так, собственно, седло на велосипеде. Дома я посмотрю, сколько в итоге было сэкономлено веса. Я думаю, около 250 грамм. Но по использованию седла я скажу, что это относительно безопасно. Почему относительно? Ну, потому что это карбон. Никто не знает, что с ним произойдет в принципе. Новый, не новый, починенный, тем более или нет. Как бы у меня это седло... У него лопнули вот эти рельсы. Я доехал в итоге домой. Это не настолько опасно, насколько использование, допустим, каких-то особо ультралегких выносов карбоновых. Или ультралегких рулей тоже из карбона. Тут все-таки, если карбон используете, то смотрите в сторону вот этих аэрорулей. Они обладают гораздо большим количеством материала и чисто технологически должны быть прочнее. Или те же самые интегрированные выносы. Они тоже довольно-таки жирные. И, скорее всего, не дадут вам пропасть, скажем так. Но в любом случае, использование карбона в условиях, которые отличаются сильно вот от таких вот, то есть идеального асфальта, не рекомендуется. То есть, если у вас вот такая вот дорожка, еще раз немножко вот так вот, профиль, жесть. Конечно, у вас, я верю вам, не нужно писать, я верю вам, что у вас есть и более жестокие дороги. Но если у вас вот такая вот дорожка больше гораздо или встречается часто, чем вот такая вот, то, пожалуйста, мой совет, руки прочь от карбона вот в этих местах. Рама 100%. Карбон во всех отношениях выигрывает. Здесь, конечно, по прочности и прочее все отлично. Но когда речь идет о легких рулях, то, да, карбоны, опять-таки, бывают разные. Есть карбоновые рули, которые весят больше даже, чем алюминий, там серьезно больше материала. Но не все такие. И еще очень важный момент, это что вот здесь вот подсидел, это карбоновый 5М написано. Что это такое? Пожалуйста, осведомитесь, что это такое, и купите динамометрический ключ. Обратите внимание на то, как вы затягиваете компоненты ваши, потому что это очень-очень важно. И да, я буду тестировать дальше это седло до поездки до дома. И потом, соответственно, Камила, когда выздоровеет, протестирует ее сама. Что я могу сказать по этому велосипеду в общем и целом? Дайте мне знать в комментариях, нужно ли сделать обзор. Потому что мы, по-моему, его купили, рассказали, что за велосипед и прочее. Но не делали именно какого-то классического хорошего обзора. Если нужен такой, пожалуйста, дайте этому видео там лайк. Или в комментариях обязательно напишите, нужен ли полный обзор. До, до.